Сегодня девчонки бурно обсуждали, как и где провести девичник. У Олеси через два месяца должна состояться свадьба. Последние два года девушка жила в деревне, в доме, оставшемся в наследство от бабушки. Небольшой, не маленький, но теплый и уютный. Ну и что, что на работу и с работы приходилось добираться три часа. Спешить Олесе было некуда. Зато воздух был настоящий, пропитанный то ароматом сирени, то спелой малины, то наливающимися яблоками. Утром шелест листвы за окном, вечером стрекотание сверчка, устроившегося где-то за печкой. От этих простых радостей внутри разливалось спокойствие, которого так не хватало в суетности городской жизни. Подруги хотели организовать последний вечер Олесиной незамужней жизни где-нибудь в ночном клубе или баре. Но Олеся настояла на том, чтобы собрались здесь, в этом доме. Заканчивалась не только ее незамужняя жизнь, но и жизнь здесь, в уголке тишины и умиротворения. В большом поселке, в котором работала сама Олеся и все ее подруги, она и познакомилась со своим будущим мужем. Завтра после работы ей надо было заехать к Ленке на автобазу, по очень важному делу. Ленка встретила ее мрачнее тучи. «Что случилось?» – спросила подругу Олеся. «Понимаешь, нам сегодня объявили, что автобазу закрывают. Территорию выкупили под застройку, и нам дан месячный срок, чтобы съехать». «И всего-то, не печалься, найдем мы тебе работу», – облегченно вздохнула Олеся. «Я уж подумала, случилось что-то страшное», и она обняла подругу за плечи. «Случилось», – Ленка опять помрачнела. «Да не в работе дело», – отвечала подруга, и по ее глазам потекли слезы. «Совсем недавно, месяц назад, к нам на территорию приблудилась собака. Исхудавшая, грязная и напуганная. Она была вся промасленная прямо до кожи, вся в грязи и пыли. Она была очень истощенной и изголодавшейся. Несколько дней она сторонилась всех, но все-таки нам удалось немного ее приручить, добром и лаской. Оказалось, что это самка породы Алабай. Я не знаю, сколько она уже скиталась без дома. Но я так понимаю, что она еще испытала огромный стресс, потому что ее бросили», – рассказывала Ленка. «Две недели назад у нее родились три замечательных щеночка. Мы с ребятами уже договорились, что всех троих заберем по домам, когда подрастут. А Боня, так мы назвали Алабайху, пусть живет на базе, прокормим мы ее. Только надо вовремя стерилизовать». Ребята ей быстро сколотили хорошую большую будку возле ангара, и Боня с большим удовольствием ее заселила. «Я тоже себе решила одного щеночка взять, а тут такая подстава. Базу продали, всех с территории выгоняют, и что делать с собакой, мы не знаем». Второй раз предательство она не переживет, и Ленка зарыдала подруге в плечо. «Большую взрослую больную собаку никто не захочет брать, ни передержки, ни витклиники. Шансы на то, что она найдет новый дом, практически равны нулю». «Я ее возьму», – неожиданно для самой себя сказала Олеся. «Ленка, ты только не плачь, мы со всеми этими проблемами справимся. Возьму время на собаку к себе на передержку, чтобы откормить и привести в порядок, а потом уже будем искать ей дом и хозяев. «Но ты же выходишь замуж и уезжаешь в город. Но замуж я только через два месяца выхожу, ты же знаешь. К тому времени, надеюсь, все образуется. А если что, заберу ее с собой в город. Надеюсь, Никита не будет против. А потом, может, я все-таки уговорю его остаться жить в деревне». Будущий муж Никита был категорически против жизни за городом. Когда-нибудь на пенсии, может быть, и потянет к земле, говорил он, а сейчас не собираюсь по три-четыре часа в день проводить в дороге. Да и что в деревне привлекательного, тоска смертная. Олеся кивала и молча соглашалась. «Дом останется, она будет навещать его иногда в выходные и в отпуске». Это было их с Никитой единственное разногласие – отношение к сельской жизни. Вообще-то они часто и бурно ссорились по пустякам, но также быстро мирились. Никита всегда первым шел на примирение. Извинялся, дарил цветы, клялся в любви. Он был вспыльчивый и импульсивный. Олеся, наоборот, спокойная и уравновешенная. Любила ли она его, она и сама не знала. Иногда ей казалось, что да, но никаких бабочек в животе, как у влюбленных, не ощущала. Да, она его не любила, но замуж выходила. Никита был старше на пять лет, надежный состоявшийся. «Ни забот, ни хлопот знать не будешь», – завидовали подруги. Олеся опять кивала, молча соглашаясь. И вот назначен торжественный день. Белое платье завораживает волнами, аккуратно вывешенная на дверцу шкафа. Еще два года назад перед смертью бабушка подозвала к себе внучку. Она уже не вставала с постели и с трудом объяснила Олесе, где в доме находится небольшой тайник. Из него девушка извлекла коробку, в которой лежали серьги изумительной красоты. «Оденешь их когда-нибудь на свою свадьбу, теперь они твои». И бабушка поцеловала Олесю в лоб, благословив ее крестным знамением. «Это серьги еще моей прабабки, теперь это твое преданное». Бриллианты в них самые что ни на есть настоящие, не искусственно выращенные, как сейчас. И вообще они бесценны. И не только потому, что это великолепная штучная работа ювелира, а потому, что это семейная реликвия, передающаяся из поколения в поколение. В тот день, когда привезли домой свадебное платье, Олеся долго крутилась перед зеркалом. Никита не сводил с нее восъященных глаз. Девушка не верила в примету, что нельзя показываться жениху во всей красе перед свадьбой. Серьги добавляли наряду роскоши. Олеся в тот день рассказала жениху все, и про серьги, и про тайник. Боня уже месяц жила в доме у своей новой хозяйки, вернее в вольере, который построили для нее во дворе ребята с автобазы. Этого месяца хватило, чтобы собака оттаяла и доверилась своей новой хозяйке. Она как будто все понимала. Олеся специально взяла отпуск, чтобы каждую минуту быть с этим бедным животным, с которым люди так жестоко поступили. Она старалась всеми силами вернуть ей веру в человека. Девушка полюбила Боню всей душой и не хотела ее никому отдавать. Она уже все решила, собака останется с ней при любом раскладе. Как только убедить в этом жениха. Она подбирала аргументы и готовилась к серьезному разговору с Никитой. В эту ночь накануне выходных Никита решил остаться ночевать в ее деревенском доме. Он никогда так не делал. Это было впервые за все время их знакомства. Олеся решила, что сейчас самый подходящий момент для разговора. Но Никита так быстро уснул, что пришлось перенести разговор на другое время, ведь впереди было еще два выходных. Проснулась девушка ночью от какого-то непонятного шороха. Никиты рядом не было. Поднялась, огляделась, тайник открыт. Никита одет и держит в руках шкатулку с бриллиантовыми украшениями. Олеся потеряла дар речи. Ее жених вор. Никита, зачем? Ведь они бы и так в нашей семье остались, только и смогла прошептать девушка. В этот момент парень метнулся к столу и, схватив нож, двинулся на свою невесту. Он, видимо, уже не понимал, что творит. Он занес нож над девушкой и... Окно с дребезгом разбилось. Стекла посыпались на пол. Старая деревянная рама не выдержала такого натиска. В комнату через окно влетела белая ракета по имени Боня. Она вцепилась огромными клыками в гульфик бывшего жениха. Олеся вздрогнула от дикого визга. Да, она никогда бы не подумала, что этот Никита так может визжать, как хряк, которого кастрируют. Он бросил нож в одну сторону, коробку с серьгами в другую и стал отбиваться от собаки руками и при этом вяжет, как поросенок, спасая свое мужское достоинство. На истошные крики сбежалась вся деревня. Еле оттащили собаку от несостоявшегося вора и убийцы. Мужикам его, конечно, жалко было, но бабы успели парня как следует потрепать за волосы до приезда милиции. Унизительное было зрелище для всех. А Олеся через полгода вышла замуж за одного из парней из подружкиной автобазы, того самого, который вольер для собаки строил. Он переехал к ней в деревню, еще и щенка Бонинова с собой привез. Вот так они все дружно теперь живут и ждут рождения своего первенца. Понравилась история? Ставьте лайк и подписывайтесь на канал. Впереди еще много всего интересного. Всего доброго!